Итак, всем привет! На связи Андрей Крупкин, основатель консалтинговой компании Бюро Продаж и проекта по обучению трубоустройству менеджеров по продажам и руководителя делов продаж Академия Продаж. Эта серия подкастов посвящена профессии консультант по построению делов продаж, где я делюсь субъективным своим мнением и опытом 4,5-летним о профессии консультант по построению делов продаж. Значит, это уже восьмой подкаст. Если вдруг вы не видели все семь подкастов, обязательно гляньте, потому что вам это точно не зайдет, потому что контекст будет, его будет недостаточно. Чтобы было достаточно контекста, посмотрите, пожалуйста, все подкасты, чтобы это точно был вам полезен. Ну, если вдруг вы видели все семь подкастов, значит, вообще вопросов никаких нет к вам, вы умнички. Спасибо огромное, что вы прослушали все эти подкасты до конца, вы, значит, в курсе всех событий. И тема сегодняшнего подкаста – это «Как реализовать себя в консалтинговой компании как консультант по построению делов продаж». Итак, поехали. Для того, чтобы раскрыть эту тему, понятное дело, я возьму в пример нашу компанию, потому что у меня лично нет опыта работы в других консалтинговых компаниях. Было бы странно, если бы я рассказывал про тот опыт, которого нет. Поэтому я возьму для этого подкаста наш бюро продаж и скажу, какие у нас есть условия для консультантов по построению делов продаж, либо для ребят, которые хотят стать консультантами. Первый тезис. Мы себя позиционируем как консалтинговая компания, которая является площадкой, удобной, классной площадкой для реализации своих компетенций, хотела к желанию любому человеку, который хочет развиваться в коммерции. Особенно, если вы консультант по построению делов продаж. Мы международная компания на текущий момент времени, работаем в пяти странах, поэтому проектов очень много. Рынок невероятно огромен. Мы, как консалтинговая компания, еще очень такие маленькие-маленькие, несмотря на наши результаты и количество проектов, которые мы сделали. Правда, когда я смотрю на нашу команду текущую, а этот подкаст записывается, ну, этот конкретно 4 августа 2021 года, я понимаю, что нам еще работать и работать, учиться и учиться, делать и делать, и работы действительно много. Но мы не можем оказать всем услуг, когда к нам обращается большое количество предпринимателей. Именно поэтому мы всегда находимся в перманентном поиске консультантов по построению делов продаж. С разными компетенциями, с разным уровнем опыта. Нам это не важно. Мы готовы вам помочь для реализации своих компетенций или хотелок желаний в направлении консалтинга. Первое, что предоставляет бюро продаж, это репутация. Мы на текущий момент времени 4 года, ровно 4 года, как компания на рынке. Я как консультант 4,5 года на рынке, и за это время, слава богу, у нас очень все хорошо с репутацией. Приходя работать консультантом по построению делов продаж, наша репутация как компании – это очень большое преимущество для вас. Почему? Потому что с большей вероятностью крупный заказчик обратится в компанию с репутацией, чем просто обратиться к компании без репутации, либо к частному лицу, который оказывает индивидуальную практику. Ну, по крайней мере, так оно все и происходит. Поэтому, работая в компанию-бюро, вы также приобретаете некую ачивку, что вы консультант бюро продаж. Нас знают на рынке, не на всех рынках, но нас знают, я надеюсь. Поэтому, да, работая здесь, вы пользуетесь этим преимуществом, как консультант бюро продаж. Перед вами также открываются разные двери, и мне кажется, мне кажется, что консультант по построению делов продажа в бюро продаж звучит гордо. Вот. Поэтому, да, конечно же, это большое преимущество. Почему первый момент? Да потому что, ну, не все компании могут это предоставить, и для развития своего личного бренда в консалтинге, это капец, как важно репутация той компании, с которой вы работаете. Поэтому, если для вас это важно, то бюро продаж – это то место, где можно самореализоваться. Следующий момент – работа с международными проектами. Мы не концентрируемся исключительно на нашей стране, на нашем рынке. Даже наоборот, нам интересны международные проекты. И международные проекты, я имею в виду, это не просто компании с другой страны. Нет. В первую очередь, это компании, может быть, с нашей страны, но которые продают на весь мир. А это значит, что задача для вас, как для консультанта по построению делов продаж, она более интереснее, чем это какой-то будет, не знаю, там, небольшой отдел продаж, состоящий там из двух людей, которые продают там не на большие обороты. Понимаете? Международные проекты – это очень здорово. В нашей копилочке, в нашем портфеле их уже достаточно много, и с каждым месяцем все больше и больше. Поэтому, если вы хотите работать с международными проектами, работать не только в нашей стране, но и в других странах, причем мы рассматриваем работу консультантов с любой стороны мира, где бы вы ни жили, в каком бы часовом поясе вы ни жили. Понимаете? Неважно, даже если вы слушаете сейчас этот подкаст в Америке, в Канаде, в Индонезии где-нибудь, на Бали, и нас с вами разделяет 6-7 часов времени в разных направлениях. Ничего страшного. Если хотите реализовываться как консультант, напишите нам с удовольствием, рассмотрим вашу кандидатуру, будем работать. Потому что у нас есть клиенты с разными часовыми поясами с нашей командой, поэтому у вас есть возможность также поучаствовать в каких-то таких проектах, возможно, которые приближены к вам. Поэтому с этим все окей. Следующий момент – это, конечно же, период адаптации с наставничеством. Когда к нам попадают консультанты по построению делового продаж в команду, мы вкладываемся. Мы вкладываемся в ваше образование, в ваше развитие, и особенно первые два месяца мы курируем вас с наставником. У нас есть опытные специалисты, у нас есть руководитель отдела консалтинга, который абсолютно четко и профессионально регулирует все движение в каждых проектах. И когда вы приходите к нам в компанию как консультант, неважно, какой у вас опыт работы, 20 лет, 2 месяца вы будете проходить период адаптации. Не потому что мы вам не доверяем, а потому что мы вам не доверяем. Ну, правда. И мы же не знаем действительно, как все у вас там устроено. У нас разработана собственная методология. Это вам ни в коем случае не помешает стать еще лучше, а наоборот поможет быстрее адаптироваться к нашей компании, к нашей системе работы и так далее и тому подобное. То есть мы не ищем легких путей, и мы не из тех компаний, которые типа давайте топ-менеджеры к нам, вот вам какой-то процент и денежка, что-то делайте. А мы тут такие царьки, будем на вас зарабатывать деньги. На вашей работе зарабатывать деньги. Не-не-не-не, ребята. Это не в бюро. Бюро вкладывается, и мы зарабатываем деньги вместе, принося деньги и нашим клиентам, и себе. Каждый сотрудник, каждый консультант внутри компании проходит там ранговость, вы повышаете уровень квалификации, мы постоянно в обучении, мы постоянно в стремлении быть лучше. Поэтому если у вас тоже есть такое желание, то вы знаете, что здесь созданы все условия для этого. И это даже лучше, чем когда вы сам консультант. Когда вы самостоятельно работаете, часто у людей из-за того, что вы зашиваетесь в проектах, просто превращается ваша работа в бытовуху, и вы забываете книги читать, самореализовываться, а здесь у вас нет возможности этого не делать, потому что это групповая динамика. Вас окружают такие же консультанты, как и вы. Вы работаете в каждом проекте, вы не один. И это очень важно. Следующий момент – это работа в команде консультантов. Конечно же, когда вы строите отделы продаж, когда вы реализуете точечные решения внутри компании, бюро продаж нашим клиентам, вы работаете всегда в команде. Всегда в команде. А это значит, что у вас есть тыл, это значит, что у вас есть опора, это значит, что у вас есть поддержка, и всегда в команде добиваются лучших результатов. Это тоже одна из наших особенностей, и мы действительно стараемся делать так, чтобы консультантам было комфортно вести проекты, а не просто погружались в какую-то рутину, и, не знаю, просто растворялись в каком-то из проектов. Нет, так дела не будет. Это не прикольно. Я об этом говорил в прошлых подкастах. Это называется стать руками, это называется стать наемным сотрудником. Исключительно командная работа, групповая динамика, самоконтроль, командный контроль, то есть какая-то внутренняя конкуренция, это тоже очень здорово. Каждый наш консультант делает доклады по своим проектам внутри компании. Мы их не посвящаем, то есть мы не выходим в публичное пространство. Но благодаря именно командной работе, групповой динамике, вы сможете как консультант докручивать, допиливать свои компетенции, что у вас есть люди, которые могут сегодня тебе сказать, слушай, что у тебя с проектом? Либо какая помощь нужна? И у вас есть возможность обратиться к любому консультанту, который ведет какие-то другие проекты с вопросом. Подскажи, что у тебя сработало. Подскажи, может быть, какие-нибудь новые технологии ты услышал. И, допустим, у нас там каждую пятницу проходят собрания отдела консалтинга, где каждый консультант делится своими успешными и неуспешными действиями за одну неделю, где мы обмениваемся опытом, где мы помогаем друг другу становиться лучше. Поэтому, да, есть команда, и это очень здорово. База знаний. У нас огромнейшая база знаний, очень много проектов, просто открываешь эту базу знаний. Нет, это не просто какая-то книга, это база знаний, основанная на конкретных кейсах. Вы открываете базу знаний, там там 99 отделов продаж, и вы просто берете то, что тебе надо. Вот тебе куча примеров скриптов, вот тебе куча примеров настроек CRM, систем материальных мотиваций, должностных инструкций. То есть тут надо быть последним идиотом, чтобы не разобраться и не использовать это себе во благо другого проекта. Понимаете? Своего проекта. Поэтому, слава богу, это знание, эта база знаний становится все больше и больше. Ваша главная задача, как эксперта, как специалиста, как консультанта, просто правильно ею воспользоваться. Это также является очень крутым преимуществом. Следующий момент – это развитие личного бренда. Несмотря на то, что компания называется бюро продаж Андрея Крупкина, конкретного человека, это бюро продаж, и Академия тоже, мы не запрещаем, а наоборот, я лично поощряю развитие личного бренда внутри компании бюро. Я искренне считаю, что исключительно личный авторитет и развитие личного бренда позволяет консультанту брать в работу самые лучшие проекты, зарабатывать самые достойные деньги. Не только репутация компаний должна о вас говорить как о специалисте. Когда вы попадаете в бюро, понятное дело, на вас с одной стороны вы надеваете костюм бюро продаж, и люди могут вас оценить, о, бюро продаж, значит, качество. Но с другой стороны, вы, надевая этот костюм, вы берете на себя какой-то определенный уровень ответственности. И очень здорово, когда этот уровень ответственности превращается в нечто большее, в развитие личного бренда, где за вами закрепляется каждый ваш кейс, каждый ваш проект, где рекомендуют не бюро продаж Андрея Крупкина, а рекомендуют вас как специалиста. И если вдруг вы прекращаете взаимодействие с бюро продаж, то у вас уже благодаря возможности развивать личный бренд внутри нашей компании, у вас этот личный бренд, короче, никто не заберет у вас. Ваши компетенции, ваши навыки, личный бренд – это самая конвертируемая валюта, которая у вас будет. Она никогда не обесценится. Ее можно обесценить, если мы говорим про личный бренд, только негативными, конечно же, отзывами, либо каким-нибудь неуспешным кейсом. Но вряд ли вы этого хотите, правильно? Поэтому, знаете, да, есть возможность. Каким образом мы развиваем личный бренд? На сайте мы указываем чей-то кейс, в видеоотзывах у клиентов сами консультанты могут брать эти видеоотзывы, чем, конечно же, подтверждают, что это их конкретно работа. О наших консультантах говорят клиенты, наши консультанты могут являться спикерами разных мероприятий, бизнес-эвентов, наши консультанты могут делать онлайн-курсы. Все, что угодно, что равно личный бренд. Поэтому с этим вообще никаких вопросов нет. Если вам важно развивать личный бренд, а тем более у нас еще и преимущество, мы еще и покажем, как это делать. Направим вас, подскажем, у нас есть отдел маркетинга, у нас есть пропроектные менеджера, у нас есть видеографы, фотографы, все, вот все, что надо для того, чтобы личный бренд еще и красиво выглядел. Поэтому, если вдруг, вот такое вот у нас есть такое преимущество. Прогрессирующая система материальной мотивации. Об этом я говорил в пятом подкасте про заработок. Тут не буду просто останавливаться слишком долго. Да, в бюро продаж есть прогрессирующая система материальной мотивации и уровень заработка консультанта зависит исключительно от его компетенций и кейсов, которые у него есть. Чем больше у тебя успешных реализованных кейсов, тем больше у тебя система материальной мотивации, которая отталкивается исключительно от либо гонорара, либо процента, либо каких-то дивидендов тех проектов, с которыми мы работаем. Нет в общем потолка, мы никого ни в чем не ограничиваем. Наоборот, даже если мы понимаем, что небольшой загруз консультантов, то у каждого консультанта есть какой-то несгораемый порог, который позволяет держаться на плаву. Это очень отличная ставка хорошего топ-менеджера, поэтому тут даже нечего добавить. Наши консультанты точно не чувствуют на себе ситуации, когда если вдруг что-то будет плохо, то их не поддержат финансово, я имею в виду. Поэтому здесь у нас финансовый микроклип, в общем и целом, даже в бюро продаж, он достаточно прозрачный. У нас каждый человек в команде знает оборот компании, его можно посмотреть, можно посмотреть движение компании, как мы развиваемся, какие у нас цели, мы проводим стратегические сессии планирования, я показываю то, что можно показывать из юнит-экономики, где каждый может посмотреть, какой план по продажам, какой факт по продажам, куда деньги ушли, куда мы их вкладываем, в чем мы развиваемся. В общем, у нас в данном случае корпоративная культура, что касается денег, достаточно прозрачная, чтобы не было никаких вот таких вот разных моментов, где вы не понимаете, в каком контексте вы находитесь. Поэтому это наша стратегия, быть открытым с каждым нашим сотрудником. Очень важное преимущество работы в бюро продаж это возможность стать партнером. Что такое партнер? Статус партнера, он означает то, что вы, как партнер, можете взять на себя ответственность под конкретное направление. И как партнер не просто существовать в этом конкретном направлении, да, развивать это направление как отдельную часть бизнеса. Конечно же, со своими вытекающими последствиями, плюшками и минусами. Да, то есть ответственность большая, потому что отдельное направление. Допустим, приведу пример. Допустим, развитие там направления CRM. Да, вы спокойно внутри компании можете открыть свой филиал по направлению CRM, взять себе отдельную страну, да, допустим, и развиваться в этой стране под эгидой бюро продаж только вот свое направление. У вас может быть, как у партнера, свой отдел продаж, свои маркетологи, своя команда и так далее, и тому подобное. Но ключевый момент, я это вам не даю. То есть они такой, а теперь ты партнер, вот этим занимайся. Не-не-не, это исключительно ваша инициатива должна быть. Если вы из тех людей, у которых есть виденье себя, виденье своего, своей работы, виденье своего направления, то бюро продаж это идеальное место, где вас услышат. Я знаю, что такое, когда тебя не слышат. У меня был, это конкретный пример, я работал в одной компании, работал я руководителем отдела продаж и лет 7 тому назад мне пришла в голову идея о создании академии продаж. Я пришел к руководителям, говорю, ребята, есть у меня идея крутая, школа по продажам, она будет бесплатная, но мы благодаря, они говорят, не-не-не, чувак, забудь, пожалуйста, это никому не надо, плюс еще и бесплатно, где здесь деньги, где мы заработаем. Говорю, так какие деньги? Мы заработаем потом, мы будем бесплатно давать людям, мы будем давать сначала полезность, а потом через лет 5, когда у нас будет уже армия, возможно, мы можем это превратить в бизнес, вот тут вот такая штука. Меня тогда никто не слышал, я это сделал сам, сегодня Академия продаж это не только сильнейший проект, который является социальной миссией моей, продолжением социальной миссии всей моей команды, потому что мы бесплатно обучаем и трудоустраиваем людей, но это еще и успешный бизнес, который приносит, конечно же, деньги, которые окупают все наши вложения, все наши усилия, и этот бизнес невероятно масштабных размеров будет скоро, потому что мы на пути к этому, для того, чтобы стать большими и крупными, нам надо твердость, нам надо очень, важно для нас, это фундамент, мы никуда не спешим, все окей, мы с каждым днем, с каждой неделей приближаемся к своим конкретным направлениям, к чему это говорю, может быть, у вас есть какие-то идеи, вы не знаете, как их самостоятельно реализовать, мы вам в помощь, бюро продаж, у нас есть и большой собственный опыт, да, и потери денег, и заработка денег, мы уже знаем какие-то подводные камни, и нам вообще как бы запускать разные проекты и направления достаточно легко, если я делал маркетинга, делал продаж, у нас есть проекты, у нас есть команда, мы запускаем проекты буквально за месяц в любом направлении, на любом рынке, надо только идея, если у вас эти идеи есть, вас тут услышат, это самое главное, наверное, что хотел сказать, это самое главное, может быть, на мой взгляд, может быть, наши консультанты добавили бы меня, мы, скорее всего, снимем отдельное видео на YouTube, это будет отдельное, даже не подкаст, отдельное видео, где о консалтинге, о работе в консалтинге говорят именно наши сотрудники, да, чтобы вы услышали, что же говорят на самом деле консультанты о профессии, да, консультант по построению дела продаж, но если вдруг по истечению всех подкастов, которые вы прослушали, вы захотели реализовать себя именно у нас в компании, я под этим видео, если вы слушаете либо смотрите этот подкаст на YouTube, оставляю ссылочку, куда нужно стучаться, для того, чтобы попасть к нам в команду, если вдруг вам не ответили, по той ссылочке, куда вы отправили, никогда не стесняйтесь написать мне в личку в любой социальной сети, я веду их сам, отвечаю каждому, может быть, не сразу, но отвечаю, вот, поэтому тоже, если вдруг вам резко там сразу не ответили, не потому что мы не хотим, либо потому что мы лентяи где-то не увидели, достаточно большой поток сообщений приходит в те каналы, которые мы публикуем где-то в социальных сетях, дорогу осилит идущий, если у вас конкретно есть цель попасть к нам в команду, с распростертыми объятиями мы вас тут встретим, вот, с вами был Андрей Крупкин, это серия подкастов про профессию консультант по построению дела продаж, все, что я хотел сказать, я сказал, вам огромное спасибо за то, что слушали эти подкасты, и напоминаю, если вдруг этот подкаст будет кому-то полезен из ваших знакомых, отправьте его, поделитесь вы мне, это лучше лайк, это лучше лайк, с вами был Андрей Крупкин, пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,